И вот сейчас я еще раз, вот я ничего не выдумываю, это все было опубликовано, да, Юрий Владимирович, мой брат? Это было опубликовано на страницах сайта или канала, где миллион сто тысяч подписчиков. Вот эта дама не стала скрывать свои отношения, вот, и как получилось? Еще раз, почему? Вот не просто этой даме мозги вывернули наизнанку, от Фаины отказаться, я мне же покажу Фаину из косточек, вот. Вот. Понимаете, в чем дело? Я не говорю, что именно вот это она прочитала, хотя это очень популярный сайт, миллион сто тысяч подписчиков, да, но я хочу сказать, что таких много, я сейчас покажу, я нашел корни этого. Почему? Я, например, их рассказываю далее. Это все надо, это потому что когда-то, когда наши люди попадут в Минсельхоз, вот, в Академию наук, в эту, дальше идет это самое, Министерство науки высшего образования, когда они туда попадут, все будет иначе. Ведь посмотрите, как это могло случиться? Я металлург. Говорили неплохое. Звания до этих, как должностей больших не было, вот, потому что я был принципиально этот, как сказать, сильно принципиальный. Ну, какие бы ни были должности, но все было, и кавалер ордена славы, и вот такая пачка дипломов, и прочее, прочее, вот. Лучшего изобретателя на риск даром не дают, сами понимаете, тогда не было блата. И вот получается, что я там проходил практику и сам занимался усовершенствованием технологий этих самых по производству гидрометаллургии никеля, да? Ну, я же и учился перед этим, в 1972 году закончил Институт цветных металлов в Красноярске, я видел, что институт, а потом я, пусть долго говорю, это касается не только нас, садоводов, пусть меня ругали, говорят, давайте про садоводство. Нет, это касается всех страны, это касается всех вузов. У меня был свободный день, мне давали специально, мне одному давали. Почему? Библиотечный день. Я пошел и читал, и я убедился, что в институте меня учили тому, что в Норильске технологию осваивали, ну, естественно, в 40-е, 50-е годы. И преподавали спустя десятки лет то же самое. То есть мы, инженера, обошли, а они продолжали учить студентов еще десятки лет. Потом она уже стала академией, это самое. А потом уже в Савеногорске я поехал курсы по повышению в этот самый, в Ереван, там были курсы. Когда я сидел на лекциях, а я уже стал металлургом, то есть уже по алюминию пришлось перестраиваться, где же мне взять нити-то здесь. Я по алюминию, и оказалось опять то же самое, что еще даже про обожженные аноды. Преподаватели из этого курса по повышению квалификации, они не знали, что такое обожженные аноды. Вы понимаете? Мы уже запустили это все. И вот это пример. И то же самое творится сейчас. Выпускницы темирязевки. Я волнуюсь, извините. Я не могу. Почему? Потому что если меня вот так вот оскорбить, нагло, не имея понятия ни о чем, Ольга Исакова ответила Юрию. Если бы в каталог было написано, что косточки от сортов, это было бы честно. А вы продаете косточки от свободного перекрестного пыления, как сорта. Понимаете? Вы смотрите. Допустим, моносад. А в нем, например, какой-то сорт определенный. Ну, вспоминайте там эту графиню. Вспоминайте. Ну, то, что для меня это как автомобиль в Запорожец на рынке. Так и тут. Вот. Вот такие скромненькие сорта. И вот если с него и опять получится такой же скромный. А правильно он и получится такой же скромный. А с чего ему стать вот таким, как у меня? Понимаете? Вот. Для этого надо, чтобы рядом росли благородные сорта, такие дворяне, такие, знаете, лучшие из, заметьте, свободное поление, лучшие из Канады, лучшие это самое, Казмина, лучшие с Амени, лучшие там, это, абрикосы, лучшие с этого, с Западной Европы, с Сихотолини. Все это перемешивается. И самое главное, что оно дает. Да, это я уже раскрываю эту тему. Даже я еще не сказал ничего про прививки. Друзья, вы присутствуете при будущих этих, как сказать, главах книги. Мы с вами создаем новую садоводство, новую историю. Я еще про прививки ничего не сказал. Им же надо сорта Аб, сорта Б и получить что-то, это, от сорта А все лучше, от сорта Б еще лучше. Так? А вот у Сорограции мороз, и все это, чуть не сказал, куда это все. Чуть не сказал, в задницу. Я этого не говорил. И вот получается, что зато без обмана. То есть скромненькая 20-30 грамм, четкий сорта, у которой уже все сложилось, геном, все, честно, несколько поколений. Его уже не, это самое, не испортить. Нет, испортить его я запросто испорчу. За три года. Ну, если не ставить такую цель, он отовсюду наберется уже хорошо. Но никто, ну если сорта 50 грамм, сорт Б 30 грамм. Ну, хотя бы на 30-40 можно рассчитывать, что плоды будут культурные? Можно, пожалуйста. Ну, это то же самое, что, ладно, научились делать автомобиль живой. Все, дальше уже не пойдешь. Вот, то были запорожцы. Вот, там были, я подобрался уже автомобиль живой. А еще надо бы нам, как в эту самую, к этим, ну, мне нравятся такие сравнения, извините. Если к породистым сучкам к обелькам подпустить, дворнягу, да, он, конечно, породу испортит. Но зато они смогут выжить, если вдруг эту сучку, то есть потом, что этой сучке возьмут, да выкинута улицу. А у него гены-то, а дворяги на морозе ночевать сможет. Плавлики, слово, на морозе ночевать сможет. Но я уже перехожу к этим, к абрикосам. Ой, разболтался, к абрикосам перехожу и говорю, на морозе ночевать сможет. В Сибири уже, в Сибири сможет. Понимаете? А кто сказал, что это шулотанство? И вот она пишет. А я-то дурак, мало ли не дурак, и дурак-то я не малый. Не передается сортовый качество сортов при генеративном размножении. То есть, понимаете, о чем речь идет? Кто кого пылил, неизвестно. Сортовый качество не дурак. Я бы с ним, почему? Зато не замерзнет. А если 10, 20, 30 косточек порастить, 40, 50. Да, пожалуйста, оставьте 5, которые тебе нравятся. Это же можно, и причем это выгодно. А теперь смотрите, я считаю, выгодно. А здесь что написано? Итак, еще раз, полюбовались. Это обман и шулотан. То есть, я не скрываю нисколько, что качество я не гарантирую. Нет. Я здоровье гарантирую. Я урожаи гарантирую. Понимаете? Соки, компоты, варенье. Часть из них сладкие, часть горчинка. Плевать. Почему? Потому что и этому мы рады. Это уже... Ну, вспомним это самое. Я забыл название. Ростовская область. Ну, где уже, где климат можно найти лучше, чем в Ростовской области? А у меня два случая. Первый. Приезжают в Ростовской области гости. Ну, как они у меня оказались. Да, это мы слышали. Да, вот это. Я угощал белым нальем. А у меня белый нальем покрылся красивейшей, не малиновой, нет. Чуть-то так поглиняет. Такой розоватостью, розоватостью, так красивая. И я угостил яблок им кисло-сладким. Нет. Это белый нальем. Он не может быть... Он привит на это, на яблони, на течке, ну, бордового цвета, на этих. Вот. Целая компания ростовщины говорят, ну, все равно уже мы не ели ничего слаще. Как это можно понять? Теперь. То есть не надо бояться кислинки. Раз. Это первое. А второе. В одном из человек мне пишет, я живу в Ростовской области и назвал район. Я объехал весь район и не нашел ни одного абрикоса. Это как понимать? Допустим, он не мог во всех побывать. Это физически невозможно. Ну, я ездил, спрашивал, нет ли у вас абрикосы. Да что вы, какие у вас абрикосы? Вы видите, что творится? Вот. А кто в этом виноват? А зачем эта дама, вот эта дама, я перевернул интернет, у меня выросли дички. Зачем она отказалась от твоих? Вот посмотрим. Вот. Люди вам верят. Это мой адрес, очередная. Вот, плевок. Выкладывает тысячу рублей, а вы хотите, чтобы я выражал вашу команду? Тысяча рублей, 40 этих самых. Допустим, зайдет 20, да? Каждый потом даст. Ну, не везде. Надо там, помните, я там про Ижнесклан, про Нежирную почву, т.д. Если все это выполнить, вот, неужели тысяча рублей не оправдается, если будет 10-20 прекрасных деревьев, на которых каждому 10-20 ребят? Она не просто оправдается, тысячекратно. Зачем бы вот это было писать? И это презрение. Вы хотите, чтобы я уважала вашу команду? Конечно, мне надо было сделать, ну, не по 20 рублей косточка, вот. А я же не говорю про тысячу. И по 20 рублей косточка, наверное, по 2 рубля. И чтобы я после этого не смог купить там хлеб, масло на хлеб намазать, а? Детей одеть, обуть. Знаешь, сколько вы это? За что меня называют этим? У меня прозвище. Солнечный дед, сказать? Вот это моя главная награда в жизни. Так вот. Дальше. Я просто вынужден, не им, не этим, а вот этому человеку. Почему? Потому что дальше продолжается переписка. Я что для этого сделал? Я взял, нашел вот эту фотографию. Сенец Абрикос со мной. Не виноват. Это был 18-й год. Автора, не знаю, не помню. 100% это мой Амур. И вот человек, этот Сенец, выросил. Ну. Эй, девчата. Амур самый скромный из моих, я вот сенско-культурный. Эй, девчата. Это обман шарлатанства. А у меня вот такая папка. А там только, помните, кучки персиков? Ой. Персик уже прет по всей России. У него тоже нетрудно вырасти, оказывается. Если вот простые, элементарные, то что, кстати, они не знают. Почему? Из-за чего был скандал? Почему Ольга Исакова ответила Юрию? Да потому что Юрий возмутился, что они лучше деревья калечить. Какие могут быть эти? У меня же есть письмо, вспоминаем еще раз. Письмо Западной Украины. Паня Валерия пробачивая и дальше по-русски говорит. Я не знаю, что мне делать. У нее 170 килограмм с дерева. И вот такое дерево. Все. Вот в таких плодах. А персика. Вот. Персик непривитый. Самоплод. Ладно, пусть будет неправильное слово. Я волнуюсь. Самокорневой. Так. Паня Валерия. Меня требует, чтобы я отрезала нижние скелетные ветки. Сказали, дерево погибнет. А? А вы думаете, там Ольга Исакова другая технология, что ли? Это вы написали в том же, когда наставили женщину нижние скелетные ветки вот такие, на молодой груши. Вы что написали? Ту же самую цифру. От 50 до 90. Все к чертой матери отрезал. А у него под это подпадало 4 ветки, а потом еще 3. И даже не задумывая, что творитель. Вот. А обманщик, шарлатанщик, то есть обманщик, я, шарлатан, я. Смотрите. Это из меня все еще выходит злоба. Ну, как можно так было? Вот эта женщина. Что? Как это? Оказывается, у меня вырастут дички. Я не могу от этого отойти, от этой темы. Половину психанула. Вернула мне. Видели, сколько вернула? Сотни этих. Когда она заказывала. Есть такое. Я после этого уже никому не доверяю. Вот. Тоже обиделся. Пожалуйста, я вам высылаю. Не помню, сколько. 5 или 10 тысяч высылал. Сумма, наверное, солидная. Потому что, ну, я еще от себя добавил. Само собой. Вот. На ваше усмотрение. А потом перевернула интернет. А это мне не надо. Сыновьям манжурцы. Не надо. Вот. Фаину не надо. Кто и вот эти, это самое. А ведь это крупнейший сайт. Не вас я начитала? Или таких же точно этих? Ладно, пойдем дальше. Вот это вот Фаина. Фаина погибла. Сто процентов погибла. А это ниже пошел подвой. И этот подвой дал урожай. Я потом спохватился. Два последних абрикосика. А, дичок? Я больше чем уверен, что вот эта Фаина, вот, получилась вот эта веточка, которая превратилась в мощную ветку. Нет, это не химера. Просто она облагорожена теперь. Но вспоминаем Рани Кампру, вспоминаем доцента, уважаемого чека, который сказал, что президент императорского, 150 лет прошло, императорского общества садоводов не согласился бы с Железовым. Своё мнение не сказал. Мне интересно. А сам-то он верит? Нет, что облагораживается. Но это ладно. Ну, а теперь давайте ещё. Так. По неволе обращаюсь. Я надеюсь, как? Смотрите. Брат мой, Юрий Владимирович, мы уже с тобой давно рассчитались с ними. Мы этих дам, выпускницами Рязевки, которые написали, что мы не равня, у них шикарное образование, да? Вот. Значит, несколько оскорблений. Да, каких? Мой сын, у него такой, оказывается, взгляд на фотографию, он готов лопатой убить. Ну, и много чего. Сидит, обеда, потому что не это. Не стали извиняться. Вот. Типа, погорячились. Извините. Вот. Мало ли сорвётся. Женщины, это ж такой народ. Вот. И, наконец, что получается? Просьба будет. Ты наверняка меня слушаешь, смотришь. Мы же вместе эти фильмы создаём, делим на части. По темам. Вот такая тема. Примерно так будет. Ольга Исаковой. Так? Вот. Ольга Исаковой. Значит, ответ о Железово, о обмане мошенничестве. Ну, что-то в этом роде. Почему? Потому что, когда она будет вынесена в заголовок, кто-то всё равно её ткнёт в это. А почему? Ерёмин. У меня из косточки абрикоса, внимание, мне же надо отвечать за базар. Извините за выражение. У меня из косточки абрикоса Серафим выросло абрикосовое дерево с прекрасными, вкусными плодами. Внимание, по 30 грамм. Ну, что? Даже вот те, которые вы видели у Катерины, 30-40 грамм, да. Вот. Но прекрасные, вкусные. Ну, не потянули ни 100 грамм, ну, что поделать. Внимание дальше. Так. А из косточек сливы сувенир Востока. Для меня это откровение. Выросла слива с плодами 47-51 грамм. Что это значит? Это значит, раз таки она не написала 50 грамм. 47-51. Она их взвешивала. И я впервые, я железа, так как не вырастил ни одной косточки, не прорастил ни одной косточки слива и не довел до плодоношения, я впервые узнаю от Еремина Александра, что косточка может превратиться, плоды округляют, 50-граммовые. Для меня это... А для вас, Ольга, как там, Ольга Исакова, вот я вас не щадю, почему выставляю не очень грамоты, а потом еще объясню, почему. Почему объясняю? Потому что иначе вы это не узнаете никогда. А вдруг с этого момента вы хотя бы поаккуратнее будете, поосторожнее. Мы идем в атаку. Мы это... Вы видели мою папку. Какие персики. Вы уже в два раза крупнее моих. И привитые крупнее. И с косточки крупнее моих. Почему? Попали в Европу, а там климат лучше. Читаем дальше. По виду абрикосы были таким же, как сливы. Но дело в том, что абрикосы легче. Ну, понятно. Абрикосы легче. Так. Я уже показывал. Не мог удержаться. Почему? Дело в том, что вы хотели... Это я уже обращаюсь к автору письма. Быстро-быстро. Итак. Инновационная разработка. Автор Ваулин Александр Бюревич. Доцентр кафедры агротехнологии. Это не шутка. Это официальная бумага. Ну, немножко агротехника. Ну, чисто железовская. Тут понятно. Вот. Не трожь, не подходи. Не пересаживай. Это понятно. Вот. Хороший получился этот. Сказать ученик нельзя. А он кто? Он был тогда исполняющий бассейнер. А я кто? Поэтому ученики, конечно... А вот они пошли. Смотрите. Сеансы, которые я ему подарил. Почему подарил? 30 рублей когда-то. Лет 10 назад. 12. Вы считаете, подарил. А это был дикарь. И фотографии дикаря есть. А вокруг... Вот это амур. А вот. Видите как? Видите, 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 видите. Вот, видите, я вот, и началось так, вес плодов за 35 грамм, только у 3-25 небольшая горчинка, вот. Ну, а еще более откровенно, он был в частном разговоре со мной и с ним этого. То есть, на самом деле, все великолепно. Вот это рассмотрели мы с вами так, так. Смотрим дальше. Еще есть реферат, еще есть доклад, там те же фотографии. А теперь положил указать все. Почему? Это моя особая фотография. Ну, не каждый раз такие выдаются. Вот. Я теперь просто задам вопрос. Опять же, Ольга, эта часть будет вырезана и посвящена. Ольга, вы хотите такие выращивать? Вы что думаете в это самое? Уже салфакс. Напишите «хочу». Это будет уже форма извинения. Я не буду требовать извиняться за те, эти самые, за те оскорбления. Скажите «хочу». А у меня косточки такие есть. А у меня сиренки такие есть. И это мое. Но, повторять не буду, доказательства в трех фильмах. И вот получается так. Голодная лиса увидела виноградную лозу. Вспоминаем Азопа. Виноградную лозу. И хотела до них добраться, но не смогла. Уходя прочь, сказала себе, они еще зеленые. Я уже предлагал вам дружбу-то. Я предлагал косточки. В ответ тишина. Но ведь, понимаете, нанесен вред. А еще не поздно его исправить. Там же можно написать. Ну, тут оказывается, это сибиряки-то уральцы. Латинков же Урал. А Алексей Макаров. А Козел. Это же ваши. Рядом с вами. Подмосковье. Вы чего? Девчата, гоп до кучи. Нельзя же всю жизнь-то там за паровозом тащиться-то. В чем феномен? Я об этом еще не говорил. 14 августа. Да. Вот. Даже поплачусь. Это были самые первые, самые крупные. Остальные, смотрите, 14 августа. 15 августа. А остальные, это тоже самое дерево. Как получилось, что у них такой разброс по срокам созревания? Ума не приложу. А еще у меня это самое, если приглядеться. Вот эти вот. И вот эти, которые позже. Да это же дерево. Эти же ветки. Совершенно другие. Это генотип. Не бру. А то скажут дурак-дураком. Как бы сказать? Железу генетику. Помните ваш вопрос такой презрительный? Железу генетику изучал? Ну, ничего. Зато генотип от фенотипа отличает. Итак, фенотип. Два фенотипа. Один, второй. На одном дереве. Да, фенотип? Теперь. Смотрим дальше. Значит. Если это было 14-го. Еще раз. Это очень важно. 15-го. И. Мы еще. Сирен Александрович. Ездили несколько раз. Значит. Мы. Приезжаем. Милая хозяюшка. Дорогая. Косточки нужны. Я впервые сломался. Я все. Я железа. Всю жизнь. Вспоминайте. Я не вырастил. Из культурных. Никогда ничего. А ломать меня стало любопытство. Помните. Та дама. Которая говорила. А у меня с косточки вот такие выросли. Из королевских. И пока. Ну было. Помните. Это самое. Позраться не буду. И вот получается. Что. Это. Супер. Одна. Получается. Одна линия. С одного дерева. А вот это. Еще более позднее. Мы приезжаем. А их нету. Ну как. Их не так уж. Сказать что много. Ну. Ведра три было. Это уже не все. Вот. Эти самые. Ведра три было. А где. Ну. Соседи попросили на компот. Я говорю. Вы же с ума сошли. Я же вам за каждую кошку плачу. Ох. Ну ладно. Не буду трогать. Мы приезжаем в следующий раз. Еще десяток раздавленных нашли. На дереве еще меньше. А нашли всего. Вспоминайте. Вспоминай. Елена. Нашли десяток этих самых раздавленных. Опять. Ушли на компот. И так. Третий раз. И собрал их штук 30-40. Вот так. А для них. У них же рядом Королевский. А знаешь, что она сказала? Я-то проворонил в момент. Когда она сказала. И она сказала. В тот раз, когда ты была. Или не в тот. Я этого не помню. Королевский. Крупнее были. Станисные мячи. Вот эти. Ну. Понятно. Хотите. Секрет открываем. Срезал. Согласен. Хозяек. Десять веток. С этого. А больше не смог. Небогатое дерево на ветке. Вот. Пятьсот рублей отдал. Все довольны. И еще два срезанного стола. Королевского. Тоже мое. Но почему они такие? У них теплее. Енисей. Притык. Прям вот. Да. Енисей. Дорога. И сразу калитка. И сразу вот это. И получается, что у них теплее, чем у меня. На несколько градусов. Денисей все-таки влияет. Вот. И вот это вот все. Оставляю себе. Не дождетесь. Вот. Кому. Вот. Чернобаеву одну веточку. И так далее. Вот это то, что мы имеем сейчас. Вот. И с этим мы будем работать. И вот я, чтобы до конца. Или. Кто все-таки прав. Я взял. Нашел. Я скопировал вот эти слова. Помните, нет? Вот я, которые выделил. Где они? Давайте. А вот. Вот эти вот. Вот эти вот. Вот эти. Смотрите. Хватило же ума, да? Хватило? И что я получил? Внимание. Ну, тут все свои. Я понимаю сейчас. Может, я сегодня мало говорю. О этих. О агротехнике. Да, вы уже все знаете. Внимание. Это надо было не полениться. Не имея собственного опыта. Вообще не имея. Взять. И передать вот это вот. Из этой статьи. Генетические основы прививок. Все эти изменения не передаются потомству при генеративном способе. То есть, при прививках. Ой, при этих. Я вот сейчас заговорюсь. При напылении и при выращивании семян. Вот так вот. И для этого надо было кончить институт. продолжать знания, полученные в институте, устаревшие невероятно. Я же не зря говорю, что это. Я уверен, что сейчас нужно полностью менять программу Тимирязевская академия. Тимирязевская академия и всем прочим. Академия. Менять программу. Менять. Я рассказывал, как. Я сейчас не буду. Нельзя это дальше так продолжать. Нельзя. И теперь вся надежда, что вот до сюда вырежет. Я не буду все здесь. Это уникальная, великолепная же статья. Великолепная. Условия прививки трансплантации могут вызвать на сердце изменения. Никогда мы не узнаем правду. Никогда. Стоит только получить вегетативный гибрид, взять свою веточку, и вот, получается совсем другое. Из этого получилось, что одна научная школа другую. Причем, я называю, более консервативная научная школа разгромила ту школу, которая была более, ну, как бы, будущее. Те, которые придерживались вегетативной гибридизации, и сами остановились. И ту уничтожили. И сами остановились в развитии. Некоторые исследователи считают. Ну, понятно. Считают. Это что, ответ? Так. Кому надо, пожалуйста, потом можете все это изучать. Я даже могу вот так сделать. Потому что уж на телефонах-то ни черта не видно. Вот. Жаль. Я бы каждую бы обсоединял, каждую бы строчечку бы. Но, друзья мои, жизнь штука сложная, сказал еж, слезая с сапожной щетки. Идем дальше. Это, кто вернется сюда, и пусть это все смотрит, смотрит. Как это все интересно. Ну, половина отключит. Вот прямо сейчас, если я начну вот это все прорабатывать. Ну, блин сейчас. Спасибо.